Экологический туризм хоть и не выделяется масштабами, но все же приоритетная отрасль экономики, которая способствует устойчивому развитию. Наша страна обладает огромным потенциалом с большим количеством национальных парков и заповедников. По словам специалистов, данная отрасль занимает самую лучшую позицию на мировом рынке и может стать одним из ключевых факторов развития в Казахстане. Здравствуйте, с вами Айсара Бесенова в программе «Зеленая экономика». Сегодня мы более подробно узнаем, как же все-таки развивается отечественный экотуристический рынок. Экотуризм в Казахстане только начал развиваться. Даже самые большие поклонники урбанистического образа жизни рано или поздно задумываются об отдыхе на свежем воздухе. Именно такие путешествия, ставшие невероятно популярными по всему миру, называются экологическим туризмом. Но при этом не стоит забывать, такие экскурсии на природу должны оказывать мягкое воздействие, ну а местным жителям приносить социально-экономические выгоды. Необходимо заметить, что в современной интерпретации в понятие экотуризма добавлен культурный аспект. И в этом плане Казахстану есть что предложить на международном экотуристическом рынке. В данный момент проводятся работы по разработке 3D-виртуального тура на территорию Аутнемельского национального парка, чтобы турист имел возможность посетить дистанционно эту территорию, осмотреть и ознакомиться с достопримечательностями. Также в целях развития туризма мы в данное время ведем работу по строительству и реконструкции музея природы в современный визит-центр, где туристы, любые посетители могут получить первостепенную информацию, могут ознакомиться с особенностями данной территории, с биоразнообразием. На сегодня интерес к казахстанскому экотуризму на колесах проявляют в большинстве своем иностранные туристы и сотрудники зарубежных фирм и компаний. Как ни обидно, но именно они не только ценят, но и поддерживают развитие отечественной туристической отрасли. Более того, в настоящее время в Казахстане нет ни одного официально оборудованного автокемпинга с коммуникациями для слива грязных вод, электричеством, водоснабжением и так далее. По словам члена Совета клуба караванеров, нас по развитию инфраструктуры для путешественников на автомобилях обогнали почти все наши соседи. Очень большое количество автотуристов из Европы, из России, из Китая, которые хотят приехать. И обычный доступный туризм – это именно автотуристы. Количество ночевок в кемпингах превышает количество ночевок в гостиницах. И вот мы в последнее время в Казахстане ударились в развитие именно гостиничного бизнеса. Хотя гостиничный бизнес достаточно долго окупаемый, то есть 10 лет и так далее. В то время как кемпинги – это достаточно быстро окупаемые в рамках одного сезона, потому что они не требуют больших вложений, достаточно просто хорошей, ровной, твердой площадки. Это может быть гравийная поверхность, это не обязательно асфальтовая поверхность и так далее. Оно делится на пичи, на которых встают вот эти машины, либо туристские прицепы, либо просто автомобили рядом с палатками и так далее. Местные власти уверены, что на территории государственных национальных парков и лесных природных резерватов можно создать зоны отдыха, ничем не уступающие знаменитым курортам. Но чтобы привлечь экотуристов, нужно привести в порядок инфраструктуру, отремонтировать дороги и проработать над обликом природных зон. На сегодняшний день на территории республики находятся 118 особо охраняемых природных территорий, в том числе 11 государственных национальных парков, которые представляют потенциальный интерес для туристов. В настоящее время предпринимателям разрабатываются эскизные проекты, которые проходят в стадии утверждения, согласования с уплановочными органами, и после чего будет начаться строительство объектов и инфраструктуры. В текущем году у нас запланировано 10 объектов туризма сдать в эксплуатацию, то есть это частные инвестиции на территориях национальных парков. Надо отметить, что социальному туризму также уделяется большое внимание, особенно развитию путешествиям с детьми, ведь бережное отношение к природе надо прививать со школьной скамьи. По словам директора Республиканского учебно-методического центра, ежегодно около 700 детей принимают участие в походах и экскурсиях, но при этом остается нерешенным вопрос туризма с детьми-инвалидами, с ограниченными возможностями. Наши показатели не соответствуют мировым трендам. В Казахстане детский и юношеский туризм составляет 2,8%, в России 15%, тогда как в Европе эти показатели превышают 50%. Речь идет сегодня о развитии внутреннего туризма. И совсем недавно правительством нашей страны было дано поручение местным исполнительным органам разработать специальные маршруты с учетом условий социальной направленности. Сегодня нам необходима карта туристских маршрутов, которые разработаны в разных регионах нашей страны. Это очень важно для того, чтобы наши дети, в первую очередь, интересовались историей своего края, познавали свою природу. Загородные базы отдыха – один из вариантов для городских жителей отвлечься от суеты. Красивая природа, свежий воздух и сервис – минимальный набор требований отдыхающих. А вот как сделать так, чтобы такой отдых проходил без ущерба для окружающей среды? Для начала – оборудовать объект альтернативными источниками энергии. На этой базе отдыха, расположенной недалеко от Костаная, практикуют это дело уже несколько лет. Галина Шнайдер, владелица кемпинга, воодушевилась идеей использования природных источников энергии после поездки в Германию, которая, к слову, является одной из стран-лидеров в секторе ВИА. Находясь вдалеке от города, естественно, коммунальные услуги у нас весьма дорогие. Это и освещение, это и отопление и тому подобное. И это привело нас к мысли о том, чтобы обратиться к науке, обратиться к практикам, к компаниям, которые производят инновационные, альтернативные источники энергии, и применить их у нас здесь на наши действующие объекты, чтобы это все было видно, как это работает, чтобы это было видно, как это действует, чтобы это было видно на примере. Установленные солнечные панели используются для освещения ресторанного комплекса и уличных беседок. Вся энергия днем аккумулируется, а вечером подается на объекты. Вырабатываемых, скажем так, зеленых киловатт вполне достаточно для ночного освещения. Ранее затраты на оплату света составляли около полумиллиона тенге. Новые технологии позволили сократить эти расходы в два раза. Соревноваться, допустим, с энергетиками сложно, потому что окупаемость лет 5-6 примерно будет. Но вот если чистое освещение, как вот здесь, то это окупаемость полтора-два года. Но с учетом того, что страхуются от, ну, скажем, от потерь клиентов, это вообще хорошее и нужное просто дело. Панели стали дешевле. Ну, появились наши панели, вот казахстанские. Если раньше однозначно китайцы были дешевле, они не хуже, они были дешевле. То сейчас вот Астана-Салар как-то немножко рынок подровняла, скажем так, в плане цен. Этот опыт, считает предприниматель, должен непременно получить распространение. Поэтому Галина Шнайдер и взялась за идею создания экоцентра, где всем интересующимся будет представлены инновации в сфере зеленой экономики. Она планирует создать экопарк и приглашает всех новаторов опробовать свои ноу-хау на ее площадке. Экотуризм может быть отличной возможностью для демонстрации культурного наследия. Это может быть та же юрта, но оборудованная, к примеру, источниками возобновляемой энергии. Почему не стоять около юрты солнечной панельки, да? Почему не стоять около юрты ветрогенератору, допустим, да? Вот почему нет? Сегодня предприниматель, который производит эти юрты, очень обрадовался такой возможности, потому что, он говорит, многие люди не покупают юрту, потому что далеко от коммуникаций. Как там в юрте размещаться, как там пользоваться светом и так далее. А тут вот выход из положения. И, в общем-то, маленькая панелька, она может элементарно вот эту тему света, холодильничка, телевизора, компьютера вполне решить, даже находясь в отдалении от каких-то коммуникаций и так далее. По словам представителей компании по установке альтернативных источников, спрос на такое оборудование в Кустанайской области пока небольшой. Основной потребитель – крестьянские хозяйства и дачные участки. Мы начали экспериментировать. Мы сейчас делаем даже уличное освещение 12-вольтное. Вот, в принципе, нашего солнца вполне хватает. Единственный сложный период – это с 20 декабря по 20, допустим, января. Потому что очень короткий день, и ты хоть 10 панелей поставь. Это, ну, есть небольшие сложности. Тогда либо панелей побольше, либо аккумуляторов побольше, либо как поэкономнее относиться к этому. Но вполне хватает для нашего региона, нашего солнца, вполне хватает. Энергии солнца и ветра в Казахстане достаточно. Главное, что потенциал этот должен быть использован в полной мере. А начинать это дело может каждый. Тем более, что государство покрывает 50% расходов на покупку альтернативных источников энергии. Зеленый туризм с каждым новым сезоном все больше на слуху. Да и фантазия защитников природы не дремлет. Экотуризм, сельский агротуризм, экологические образовательные программы и так далее. Надеемся, что в скором времени путешествия с ответственностью перед окружающей средой станет доступной для всех и для каждого. Оставайтесь с нами на телеканале 24КЗ и будьте в курсе экологических новостей. Остальные выпуски нашей программы смотрите на официальном сайте. Субтитры подогнал «Симон»